Всех приветствую. Попались под руку две монеты из желтого металла. Хочу с них сделать одну. Это будет счастливая монета с двумя орлами. Для этой цели у меня в патроне есть маленькие вытачки. Вот они. Чтобы было удобно зажимать монетки. Чтобы провернуть это дело, для начала нужно сточить по пол монеты. Для этого зажимаю в патрон. Обрабатывать буду маленьким резцом из стали R18. Денежка оказалось, что не из желтого металла, а из черного. Как видим, желтый металл стерся и пошла обычная чернуха. На монетах практически нет вот этого желтого металла. Буквально десятка и он пропадает. Обе половинки готовы. Имеют такую же толщину, как и заводская монета. Решил спаять две половинки. Все-таки будут пользоваться паяльной ортофосфорной кислотой. Иначе сталь залудить не получится. Сейчас залужу две половинки, а потом их соединю и монетка с двумя орлами будет готова. Пользоваться буду моим супер-мега паяльником. Ушатаным, убитым китайским. Я его покупал за 30 рублей, по-моему. В магазине все по 30 рублей. Сейчас уже дороже эти магазины. Нужно капнуть парочку капок кислоты. Можно залудить. Надо тут немножко совсем олова. Раз. Одна. Тут похуже получилось. Внутри есть полость и при нагреве олово соединится и растечется. Греть буду на газу. Довольно долго греется. Все, ребята, фортовая монета сувенир готова. Монета имеет два орла. Теперь, как ее не подкидывай, что с ней не делай. Все время будет выпадать орел. На это, собственно, был и расчет. Сделать, как оказалось, такую вещь непросто. Здесь вот немного видно все-таки, что она с двух половинок. Не ожидал я, что все-таки внутри тут черный металл. Думал, она вся сделана из какого-то сплава бронзы, латуни. Ну, в общем, из того, чем она покрыта. А покрыта она очень-очень тонким слоем. Даже нельзя здесь зашлифовать, чтобы как-то скрыть следы соединения двух половинок. Спаять было тоже непросто. При нагреве половинки отгибает и шов расширяется. Пришлось прижимать в середине. Это еще хорошо, что внутри сделал полости вытачки. Так что сувенир интересный, но сделать оказалось его не так уж то и просто. Всем, кто на канале, спасибо за просмотр. На этом все. Благодарю за внимание. Всем пока.